Для приготовления топлива нужно налить 500 мл бензина в специальную емкость. Затем добавить масло для двухтактных двигателей, чтобы общий уровень жидкости был равен метке 32 к 1. Перемешиваем. Заливаем готовое топливо в бак. В другой бак заливаем масло для смазки цепи. Шприц с консистентной смазкой. Задавливаем смазку в подшипник передней звездочки. Смазка должна выйти снаружи. Закрываем воздушную заслонку. Включаем зажигание. Возвратная пружина. Пружина легкого старта. момент вращения передается от катушки стартера на эту пружину компрессия двигателя не дает так просто провернуть коленвал поэтому механическая энергия сначала накапливается в этой пружине позже наступает момент когда пружина уже не может завиваться крутящий момент передается через пружину на коленвал коленвал начинает вращение когда веровка стартера вытянулась полностью и катушка стартера прекратила вращение вспомогательная пружина высвобождает накопленную энергию и продолжает вращать коленвал если двигатель запустился центробежная сила отведет защелки зацепного устройства впускное окно выпускное окно пара продувочных каналов поршни сделаны специальные окна для более эффективной продувки сейчас впускное окно перекрыто поршнем когда поршень движется вверх в определенном месте перекрываются и продувочные окна кривошипная камера оказывается полностью изолированной от всех окон по мере движения поршня вверх в картере повышается разрежение благодаря этому шлангу разрежение из картера передается топливному насосу карбюратора мембрана насоса выгибается вверх теперь небольшое разрежение возникает и под мембраной лепесток выпускного клапана прижимается а лепесток впускного клапана наоборот открывается на него давит атмосферное давление в топливном шланге разрежение движется к топливу атмосферное давление проходя через сапун давит на топливо в баке заставляя топливо двигаться в зону низкого давления в топливный шланг давление в топливной магистрали выравнивается до уровня атмосферного лепесток клапана возвращается в свое статичное положение далее поршень открывает впускное окно под действием атмосферного давления мембрана насоса возвращается в исходное положение топливо которое находится в шланге под действием гравитации стремится покинуть шланг это приводит к возникновению разрежения в самом шланге поскольку в баке действует атмосферное давление оно не дает топливу в шланге опуститься до общего уровня топлива в баке с другой стороны остаточное давление под мембраной прижимает лепесток впускного клапана удерживая его в закрытом состоянии поршень движется вниз и перекрывает собой впускное окно боковые продувочные также закрыты теперь кривошипной камере начинает сжиматься воздух мембрана прогибается сдавливая под собой воздух это давление давит на впускной лепесток удерживая его в закрытом состоянии выпускной лепесток при этом открывается избыточное давление высвобождается через каналы карбюратора поршень продолжает движение вниз открываются продувочные каналы и давление из картера высвобождается в цилиндр процесс повторяется топливо всасывается насосом в карбюратор проходит через фильтр и попадает в топливную камеру мембрана мембрана под действием давления топлива мембрана прогибается вниз пружина давит на рычаг игла перекрывает подачу топлива в камеру из топливной камеры топливо переливается в канал холостого хода количество топлива регулируется винтом L заканчивается канал холостого хода тремя небольшими отверстиями они выходят в камеру смешивания под дроссельной заслонкой поскольку во время холодного запуска воздушная заслонка закрыта воздух поступает только через специальное отверстие в воздушной заслонке поршень движется вверх пуск топливной смеси в картер поршень движется вниз сжимая топливную смесь в картере поршень открывает продувочные окна топливная смесь из картера перетекает в цилиндр воздух из цилиндра вытесняется через выхлопное окно сжатие топливо-воздушной смеси в цилиндрах когда поршень не доходит до верхней мертвой точки 2 мм между электродами свечи происходит искрообразование смесь воспламеняется и расширяясь толкает поршень вниз свежая топливная смесь вытесняет выхлопные газы процесс повторяется ШУМЕСТОМ СКОЛОН ГИМА 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 Воздушная заслонка Главный жиклер со встроенным клапаном Количество топлива регулируется винтом H Внутри жиклера находится резиновая шайба, которая выполняет роль клапана Дроссельная заслонка закрыта Разрежение не распространяется за ее пределы В смесительной камере карбюратора действует атмосферное давление Через канал холостого хода топливо стремится в зону низкого давления Каждый раз, когда порция топлива высвобождается из топливной камеры, давление в топливной камере становится ниже, чем атмосферное давление Атмосферное давление давит на мембрану топливной камеры через отверстия в нижней крышке карбюратора В смесительной камере атмосферное давление давит на клапан основного жиклера, поэтому при закрытой дроссельной заслонке топливо выходит только через канал холостого хода. Когда дроссельная заслонка открывается, зона разрежения расширяется и захватывает основной жиклер. Топливо поднимает резиновую шайбу и распыляется из основного жиклера. Если дроссельную заслонку закрыть, зона разрежения уменьшается. Атмосферное давление прижимает шайбу вниз. Подача топлива через основной жиклер прекращается. Центробежное сцепление. Когда обороты двигателя бензопилы достигают таких значений, при которых центробежная сила превышает силу пружины, фрикционные сегменты прижимаются к внутренней поверхности барабана и начинают его вращать. В результате этого начинает вращаться ведущая звездочка, приводящая в движение пильную цепь. приводная шестерня маслонасоса. Рабочий вал маслонасоса выполняет вращательно-поступательные движения. Он выполняет две функции одновременно. Это и роль клапана, и роль поршня. В этом положении вала путь маслу перекрыт. Вал продолжает вращение. При этом он смещается вправо, уменьшая объем перепускной камеры. Так же перекрывается выход из насоса. Далее вал смещается влево, открывается впускной канал в насос. При этом в перепускной камере создается разрежение. На масло в баке давит атмосферное давление, которое проникает в бак через сапун. Масло стремится в перепускную камеру. Вал продолжает вращение и смещается снова вправо. Открывается выход из насоса, и вал вытесняет масло из перепускной камеры. Процесс повторяется снова. Вращая эксцентрик, можно уменьшить или увеличить поступательный ход рабочего вала, тем самым регулируя количество подачи масла. Масло движется к шине. Цепь разносит масло по шине, смазывая трущиеся поверхности и саму цепь. Чтобы проверить работу маслонасоса, достаточно направить конец шины на светлую поверхность. Во время работы пилы излишки масла будут разбрызгиваться на поверхность. Тормоз пильной цепи. Когда тормоз включен, пружина тянет тормозную ленту вперед, при этом лента обжимает барабан сцепления, затормаживая его. При переводе рычага назад пружина сжимается, тормозная лента послабляется и корзина сцепления растормаживается. На этом все, спасибо за просмотр, до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok